Всем привет, друзья! С вами Илюха. И сегодня у нас обзор на такой интересный, скажем, японский истребитель, как Ки-61. А именно его версия, которая с четырьмя пулеметами Браунинга. На мой взгляд, если вы в War Tundere новичок, либо играть не очень, то по сути данный аппарат является очень и очень сбалансированным для того, чтобы, так сказать, на нем нагибать, даже не имея каких-то там, ну, супер-мега-пупер-навыков. Итак, давайте для начала рассмотрим его плюсы и минусы, которые можно применить, допустим, играя в танковые бои, поскольку для этой категории он подходит более чем. Он, конечно, хороший в других режимах, но мне он понравился именно в танковых боях. Сразу скажу, что если вы возьмете этот самолет в ваш плейсет, то вы сможете играть на нем исключительно против вражеских истребителей. В принципе, под эту цель он подходит идеально. Ну, поскольку, по крайней мере, у меня премиумная версия, на нее, ну, нельзя нацепить ничего из навесного вооружения, ни бомб, там, ни ракеты, тому подобных вещей. Поэтому в вашем вооружении только четыре крупнокалиберных пулемета. Какую ленту брать, я не знаю, на какой летает, но я, как бы, предпочитаю на большинстве самолетов ленту скрытую. И, если честно, сразу скажу, я помню былые времена, когда на этом истребителе скрытая лента... Лента вообще, как бы, не дамажила. Посыпал он горошком и все. Не знаю, что случилось в последнее время, но я вот полетал на нем и заметил, что реально этот самолет очень люто дамажит. Как бы, достаточно короткая проклипка, чтобы в большинстве своем нанести противнику серьезные повреждения. Поэтому, если вы выбираете его в танковых боях, уничтожайте врага на респауне, либо в воздушном бою. Для этих целей эта лента годится прекрасно. Что же касается бронированной техники, то, сразу скажу, вы можете стрелять в вражеские танчики, но при работе по тяжелую, либо средней бронированной технике, данный самолет просто будет работать, так сказать, как целеуказатель для вашей команды. Постреляли, чуть-чуть продамажили, там много не надо патронов тратить. Просто, чтобы маркер, так сказать, перстоположения противника отобразился для ваших союзников. Что же касается всякого разного рода небронированной аппаратуры, как говорится, небронированной техники, таких, как зенитки, то они уничтожаются только в путь. Сразу говорю, для этих целей этот аппарат очень хорош. Если брать какие-то броневички, типа там Шверпанцершпирваген, ТТ-234, такие легкоброневые техники, то иногда удается сделать крит, иногда уничтожить, но оно работает, так сказать, 50 на 50, поэтому, скажем так, сильно-то вы, так сказать, их не поубивайте. То есть самое простое предназначение этого самолета, это работа по вражеским самолетам и по очень легкой бронированной технике, такой, как зенитки. Итак, на этом, я думаю, достаточно информации по использованию данного аппарата в танковых боях. И теперь внимательно посмотрим на плюсы и минусы данного аппарата. А самый, на мой взгляд, главный плюс для этого самолета, это то, что все его качества достаточно хорошо сбалансированы. Так, данный аппарат имеет, ну, достаточно неплохую скорость у земли, да и на любой высоте. Он не самый быстрый, но по сравнению с зерошками, теми же японскими, он намного быстрее, что позволяет догнать, либо оторваться от большинства противников. Также, скорость флаттера, она у него гораздо выше, чем у его братьев зерошек, что позволяет очень хорошо пикировать на противника, там, и догонять его, либо от тем оторваться пикированием. Ну и самый главный плюс, так сказать, это его маневренность. Данный самолет верен японской традиции, так сказать, создавать очень виражные самолеты. И в этом, так сказать, он очень хорош. Сразу скажу, что он не настолько хорошо виражит, как зеро, но все же он виражит, скажем, гораздо лучше, чем Яки. В принципе, ну, спидфайров там тоже можно перекручивать на нем умеючи. Что и делает самолет, так сказать, достаточно большой имбой. Для всех, я бы даже сказал, для аркадных, для реалистичных и для симуляторных боев. В принципе, самолет очень хорош. Но, если говорить про симуляторные бои, то мне очень не нравится его остекление. Там сильно такая большая брешетка, из-за которой, ну, не всегда видно, что происходит. А если вы играете в АБ или РБ, то никаких проблем для данного аппарата не будет. Ну, и так, давайте теперь перейдем к рассмотрению того, как лучше использовать этот самолет в аркадных боях, которые, собственно говоря, вы уже и видите в данный момент на экране. В принципе, здесь работает классическая тактика бум-зума. Набрал, спикировал, прострелил и ушел наверх. Поскольку я ранее говорил, что самолет хорошо пикирует, у него достаточно нормальный такой порог флаттера, то для этой, так сказать, технологии он годится очень и очень хорошо. Ну, по виражности, конечно, самолет виражит очень прекрасно, как я говорил. Но для аркады лучше работать большей частью от бум-зума и от доворота, поскольку вследствие своей же маневренности данный самолет доворачивает очень-очень хорошо. Кстати, маленький совет, если вам надо прям резко довернуть, то прям для создания лучшего угла вы можете использовать либо закрылки, либо даже сброс газа на ноль, либо на небольшое значение. При этом в варианте ваш самолет будет доворачивать гораздо лучше, чем если бы вы летали без закрылок и на полном газу. То есть далее, то есть вы бум-зумите, атакуете всех налево и направо, но если случается какая-то заваруха, у вас там шестерка, либо еще что-то такое, то можете, так сказать, уже перейти к маневренному бою, где данный аппарат раскроет целиком и полностью все свои качества. Теперь, что касается живучестью. Ну, данный вопрос, конечно, очень щепетильный для War Thunder, поскольку, как вы сами понимаете, иногда случается, так сказать, сбитие с короткой очереди, а иногда там впитывается урон достаточно неплохо, но конкретно у данного аппарата живучесть средняя. Он не настолько, так сказать, легковосплоименяемый, как Zero, он горит гораздо хуже, ну и, в принципе, даже с серьезными повреждениями можно более-менее во многих случаях долететь до базы. В принципе, что делать данный самолет, в принципе, достаточно оживучим. Ну, конечно, мы говорим о таких ситуациях, когда по вам там совсем немножко прошла очередь, а не так, что вы впитали там мощный секундный залп Фокивульфа и летите далее, как ни в чем не бывало. В таких случаях, конечно, данный аппарат все же развалится. Ну, и так, давайте подытожим. В принципе, как говорится, данный аппарат превосходно подходит для людей, которые там только осваивают небо, поскольку, как я уже говорил, он представляет собой, ну, достаточно практически идеальный баланс качеств маневренности, скороподъемности, скорости, все это в одном флаконе. Единственный может быть недостаток для аркады, там, где нужно сбивать очень быстро, четырех пулеметов, залпа вот этого вот, ну, иногда бывает недостаточно. Желательно взять какую-нибудь технику с вооружением помощнее. Ну, это не столь критично, в подавляющем большинстве вы будете, так сказать, превозмогать с легкостью во многих катках. Ну, на этом, ребята, у меня все. Я надеюсь, вам понравился обзор. Если понравился, можете поставить лайк, а также подписаться на канал. Всем желаю удачных полетов. С вами был Илюха и пока-пока.